Правильно ли сказать, что свет со всеми сокращениями проходит до нашего мира и формы любви к товарищам это минимальная форма раскрытия Творца? Для нас. Ты можешь так сказать, это тоже, но так не говорят. То, что в любви товарища есть сила Творца, который задействует его и работает с ним, это так. И в конечном счете раскрывается то, что раскрывается сила света. Даже в самом ужасном желании получать, раскрывается сила света. А вообще раскрывается только сила. Нет материи. Материя — это желание. Желаю я, хочу. Мы не можем, мы никогда не распознаем ничего такого, что не двигается, ничего не делает, не получает, не отдает и не меняется. Ты не можешь. Мы ощущаем объект только в соответствии с их действиями. Если они ничего не делают, они исчезают. Как малые частицы, да? Элементарные, как это называется, атомы. Они не могут находиться в бездействии. Если он не двигается, он исчезает. Ты не можешь его остановить. Потому что основа — это всегда хиссарон, потребность. Потребность обязывает к движению, к действию. Поэтому мы раскрываем не саму материю, как таковую, а ее действия. Нет желания в том понимании, что это существует само по себе. А желание проявляется только в том, в чем оно раскрывается, относительно чего, относительно кого.